Библейский портал экзегет.ру представляет Потом одну, мне кажется, важную вещь Значит, у нас идет речь про становление царства Давида И в седьмой главе Давид хочет построить храм Но Господь ему не позволяет это сделать через пророка Натана Потому что Давид, ну, не должен считать, что все сделал он Потому что Давид на самом деле не может построить дом для Бога Это Бог строит дом для Давида, да? А что может Давид? Вот эта восьмая глава повествует очень хорошо После этого Давид нанес поражение Филистимленам и починил их Давид отобрал Филистимлен Метегаама Еще он нанес поражение Мавитианам и, положив пленных на землю, он измерил их веревкой Две длины отмерял, чтобы умертвить, а одну полную длину, чтобы оставить в живых Жестокая, однако, мера, да? Две трети пленных убил Так тогда воевали Так Мавитиане стали служить Давиду, платя ему дань Еще Давид нанес поражение Ададезеру, сыну Рехова, царю Цувы Это одно из рамейских царств Когда тот выступил, чтобы вернуть под свою власть верховье Ефрата Давид взял тогда в плен 1700 колесничных воинов и 20 тысяч пеших Всем коням Давид подрезал жилы, оставив из них только коней для сотни колесниц И к животным он был довольно жесток Смотрите, значит, подрезал жилы То есть сделал их непригодными для того, чтобы на них скакали Или чтобы колесницы использовались с этими конями В общем, да, не очень-то такой, знаете, гуманный правитель Но тогда все так воевали И интересно, что Библия не делает из него такого, знаете, сахарного человечка в сиропе Который вот только прекрасное все и мирное делает Арамеи из Дамаска пришли на помощь Хададезеру, царю Цувы Но Давид сразил две тысячи Арамеев Двадцать две тысячи Арамеев Давид расположил свои посты в Дамасском царстве Арамеев Так Арамеи стали служить Давиду, платя ему дань А Господь оберегал Давида во всех его походах Давид взял золотые щиты, которые были у Хададезера И принес их в Иерусалим Из бета Хеберутая, городов Хададезера, Давид взял немало бронзы Когда Туи, царь Хамат, услышал, что Давид нанес поражение всему войску Хадададезера Туи прислал к царю Давиду своего сына Йорама просить этого мира И благословить его за то, что он пошел войной на Хададезера И нанес ему поражение, ведь Хададезер воевал с Туи Ну, понятно, как только успешная военная кампания, тут же набегают союзники С собой он взял серебряные и золотые украшения, изделия из бронзы Их царь Давид также посвятил Господу вместе с серебром и золотом от народов, которые он покорил Идомитян, Мавитян, Аманитян, Филистимлин, Маликитян И той добычей, что была взята у Хададезереса и Нарихова царя Цувы Давид прославился и поражением, которое он нанес в соленой долине 18 тысяч арамеев Он поставил в его доме посты, по всему дому поставил посты И стали дометями служить Давиду, платя ему дань А Господь оберегал Давида во всех его походах Это еще не конец главы, но маленький краткий вывод Смотрите, очень долго и подробно описывается отношение Давида с Богом А дальше список военных кампаний, в которых Давид победил Слушайте, нормальный рассказ о великом царе будет звучать совершенно иначе Как он воевал с филистимлинами вечными врагами Как он потом вот с этим самым Хададезером сразился Какой был бой, как Давид там скакал Или на колеснице, скорее всего, мчался вперед, разил врагов Какие там герои напали, убили, поразили Какая там добыча была, как там триумф справили Это все не очень важно Это все идет таким длинным общим списком А вот до этого отношение Давида с Богом Причем тот момент, когда Давид хотел, а Господь ему не дал Он намного важнее Именно потому, что в этом суть правления Давида Не в том, чтобы захватывать территории, добычу, громить, убивать врагов Он все это делал довольно успешно Но это далеко не главное Это не то, ради чего Давида помнят сегодня Ну и маленький такой итог Вот этому начальному периоду царствования Давида Давид царствовал надо всем Израилем И поступал со всем своим народом справедливо и праведно Йоав, сын Церуи, командовал при этом войском Как, собственно, с самого начала он был полководцем Давида Яхошафат, сын Ахилуда, был летописцем Цадок, сын Ахитова и Ахимелых, сын Эвьятара, священниками Сырая, главным песцом, Беная, сын Яхояды Командовал отрядом киритеев и политеев Никто не знает, кто это такие Но весьма вероятно наемники иностранные Может быть критини А может быть кто-то еще Которые были, собственно, личной стражей Давида Потому что они, как чужаки, не могли быть вовлечены В какие-то междоусобные распри среди израильтянами Обычная практика набирать гвардию из чужеземцев Вот у римского папы гвардия швейцарская, гвардейцы Сыновья Давида были священниками Очень необычное заявление Потому что вообще-то священники это только из племени колена Левия А Давид из колена Иуды Как это его сыновья были священниками Но вот не все было гладко То есть есть теория, есть практика Как мы читаем, что тот же Самуил приносил жертвы во всех городах израилевых Где ему хотелось, где он считал нужным Вот так и здесь То есть царство Давида, оно не рисуется как некое идеальное Видите, довольно кровавые бои И убийство пленных в том числе Ну тогда не было Женевской конвенции В общем, никто не считал это зазорным Нарушение вот этого принципа Только левиты могут священодействовать Сыновья Давида тоже становятся священниками Вообще вот ничего такого вот страшного, казалось бы, не происходит Но и ситуация не идеальна И ситуация описывается как довольно реалистичная картина Правления такого ближневосточного древнего царя И поэтому, собственно, этой книге, мне кажется, можно доверять Если бы она описывала Давида идеального То было бы больше сомнений в том, насколько это описание точно Ну а как, собственно говоря, Давид поступает с остатками Сауловой семьи И вот потомками своего предшественника Мы прочитаем в следующей девятой главе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!